Всех приветствую друзья, на связи Данки. В этом видео мы на живую поиграем в турнир, который сейчас находится в тестировании, называется он Две крепости. Старый турнир, просто добавили новые карты и дали игрокам попробовать узнать их мнение, как играется турнир именно на новой карте. Кроме того, разработчики изменили условия для победы в этом турнире. Раньше для победы надо было уничтожить один из трех штабов противника, который отмаркирован специально. Теперь надо уничтожить два штаба. Теперь играть в этот турнир, по идее, будет интереснее, потому что раньше этот турнир играли только на раш или броне раш или молота раш. Кто первый, кому штаб уничтожил, тот победил. Обычно там играли разменом. А теперь, когда на уничтожить два штаба, то возникают проблемы с тем, что ты зарашил один штаб, противник успел отправить подкрепление на защиту второго штаба, и как бы у тебя все уже, возникают проблемы. У тебя атака не такая сильная, так как ты рашишь, а противник вышел в развитие и начинает уже тяж давить по жесткому, и в этом случае ты можешь проиграть. Ну, давайте поиграем, посмотрим. Кстати, вышло обновление вчера, доработали команду по турнированию и точке сбора. Теперь можно указать несколько точек сбора, если использовать долгий таб. Более подробно можете узнать в обновлении, увидел вам в видео у Тасельхоу, он записал обзор. Я не стал записывать, так как, ну, смысла нет, он за две минуты все объяснил, что как работает. Ну, может, вам в бою тоже покажу, чтобы вы понимали, как это работает, для чего это нужно. Ну, ссылка будет на обзор в конце видео, потому что на Тас, наверное, нефти мои зрители подписаны и не знают, что вышло обновление. Вот, ну, как мы видим, у нас, первое, что мы должны сделать, это апнуть себе штаб, как можно скорее, до второго-третьего уровня. Затем я поставлю себе завод штурм-машин и закажу несколько пехотинцев. У нас есть три казармы, нет, две казармы, где-то здесь две казармы, вот одна казарма, ставим, смотрите, первая точка, вторая. А раньше так нельзя было сделать, теперь я могу пехотинца отправить, куда мне нужно, то есть, если бы я раньше отправил точку сбора, поставил просто вот сюда бы, то пехотинца где-то вот на этом холме будет застрял. А сейчас он добежит до нужной точки и сразу захватит контейнер. Очень даже, кстати, удобно. Это новая фича, я даже не думал, что я вам так быстро смогу показать. Вот, ну, ладно. Вот, у нас апнулся штаб до второго уровня, а улучшаем его до третьего. Ну вот, видите, я еще юнитом не управлял, ну, я его только выделил, но я его еще им не управлял. Вот, этого юнита наверх отправим, и видите, он бежит прямо на ящик по тому маршруту, по которому я указал. Вот, очень даже, сейчас это даже мне пригодилось. Я могу немного путаться, потому что играть, комментировать, это мне непривычно, еще и с компьютером. Опытной игры нету. Вот, ну, в общем, играем турнир, видим, что тут отстроена база, с торпедной установки поставили. Игроки просили, что надо поставить, потому что рашит аллигаторами, там, викингами, и не знаешь, на какую базу нападут, возникают проблемы с отбиванием атак. Вот, поставили торпедные установки, дополнительно оборону поставили по центру. Ну, в общем, такая вот база отстроенная. 7 электростанций в начале боя доступно для игрока, почему не нужно строить самому. За счет этого игроки могут быстрее развивать базу, и быстрее переходить в тяжелые юниты, и играть интересными тактиками. Вот, ну, я сейчас коплю ресурсы на штаб четвертого уровня, чтобы пойти в зевса щит. Сейчас мы поставим на ангрейд штаб, и начнем показывать, как работает у нас команда патрулирования. Ну, в общем-то, давайте посмотрим. Есть у нас пехотинец, сейчас пока штаб пристапается, делать нечего. Раньше, как мы могли, отправить пехотинца в режим патрулирования. Вот так вот. Все, больше ничего сделать не могли. Еще мы могли через миникарту перемещаться вот так вот, чтобы поставить точку дальше обзора камеры. Вот, ставить точку, и все, как бы, на этом функционал патрулирования ограничился. Теперь, если вы поставили первую точку, вы можете вот так вот перемещать камеру. То есть, раньше такого не было, теперь это есть. Далее. Короткий тап — это завершение построения маршрута. А если мы ставим, нажимаем долгий тап, то ставится вторая точка. Но маршрут ничего не построен до конца. То есть, мы можем еще одну точку поставить. Я долгим тапом еще раз нажимаю, и еще раз долгим тапом нажимаю, и еще раз. И юнит у меня будет двигаться вот по такому зигзагообразному маршруту. И если он увидит противника на маршруте, то атакует его, уничтожит. Если он его уничтожил, то возвращается на маршрут. Будет дальше по нему двигаться. Вот. Есть третий вариант установки маршрута для юнитов в режиме патрулирования. Это зацикливание. Это вот такой квадратик можно построить. Если я сейчас нажму или коротким тапом, или долгим, без разницы, в начало маршрута, то у меня маршрут зациклится, и юнит будет бегать по этому квадратику. То бишь по кругу. Ну, применения этой функции много не вижу на самом деле. Потому что в патрулировании юниты, чтобы двигались по сложным маршрутам, не особо нужно. А вот, допустим, как я вот здесь с казармой сделал, допустим, первая точка сбора здесь, потом здесь вот, потом куда-нибудь вот сюда, на холм, и где это вот здесь, на холме, уже будет окончательная точка, чтобы юнит собирались. И юнит будет выбежать, выбежать именно там, где нужно мне это. Очень полезная функция на самом деле. Конкретно именно точка сбора. Извиняюсь за свои комментарии корявые. Я путаюсь немного в мыслях, потому что не подготовился, и потому что играю. То есть я играю и комментирую. Вот, допустим, смотрите, у нас есть точка сбора. Первую я ставлю вот здесь вот, для всех заводов и спец, и штурмовой техники. Следующую точку поставлю сюда. Следующую поставлю сюда. Коротким тапом, завершая построение маршрута, 4-5 точка мне не нужна. Вот, и Зевс сейчас будет выезжать, и посмотрим, как они будут двигаться. И нам остается сделать дезаказ и ждать, когда армия будет готова к атаке. Когда ее станет очень много. Пока ждем. Пока ждем. Пойдем, поразведываем холм, посмотрим, нет ли там противника. Сюда отправим пехотинца. Сюда отправим пехотинца. Не знаю, торпедные установки не строить или строить. Тут игроки по инерции продолжают рашить аллигатор. Раньше не было торпедных установок, и игроки просто заходили, уничтожали штаб игроку, и бой очень быстро завершался. Вот, смотрим. Точка сбора поставлена. Зевс двигается. То есть, как он сейчас двигается, мы видим, да? По наиболее короткому пути, который мы сами задали. Можно еще раз убедиться, как этот пуль выглядит. Так вот он выглядит. И он в этот камушек должен отстать, по идее. Вот, видите, Зевс доезжает до контрольной точки, и дальше едет вот по этой линии маршрута. В общем, очень-очень-очень классная функция. Юниты реально теперь будут меньше тупить. И за счет этого будет приятнее играть. Вот, но давайте теперь и вправду играть. Противник у нас пытается разведать. Непонятно зачем. Пехоту сливает. Наверное, отправлю вниз разведчика. Потому что, мало ли, там броники пойдут мне рашить. Уступим стены поставить. Вот, в начале, как видим, есть стенки, бункера. В общем, хватает тут бронизовых сооружений. И можно не спеша, не волноваться, что вас заражат, спокойно развиваться. Потому что вообще тут уровня. Пока просто копим технику. Ждем, когда соберется армия побольше. Девс производится. Пока что никто никаких активных действий не производит. Ну, я центр карты занял. Мне было потом проще спускаться с холма. По крайней мере, противник не окажется на холме раньше меня. И не устроит мне где-нибудь сюрприз. Заказываем хамелеона. Хамелеона. Щита. Шталинская привычка. Ждем щита и идем в атаку. Не ждем, когда противник не заражит аллигатора. Ну и тут хоть перематывай, на самом деле. Я вот не знаю, что еще тут сказать. Я сначала думал перед боем показать, как работает эта точка турнирования, точка сбора. Но, оказывается, тут и в бою все это можно было проделать. Потому что в начале никаких точек интереса, цепля карты нету. Все спокойненько вылезают. Сидят все на базе, защищаются. Производят там фулку техники. После чего идут в атаку. Кстати, вот что интересно. За счет отстроенных электростанций, То есть да, тут ресурсов немного в начале на карте разбросано, но за счет отстроенных ПВОшек, электростанций, можно спокойно идти и развивать свою базу. Смотрите, как интересно он сделал. Он играет через маск речеты. А мы пойдем в атаку тогда. Интересненько, такого я не ожидал. Что он ломает? Там ПВОшка есть торпедная, да? Он пытается уничтожить. Ну, у нас 4 тайфуна есть. Можно попробовать защититься. Я думаю, тут надо делать одних тайфунов теперь. Ага, раскладываем тайфуны. Зевс отправляем вперед. Ага, он пытается ПВОшки уничтожить, но бесполезно использовать кречеты. Тут еще штабы дополнительно защищены, что вообще будет сложно. Если он долго летает, видимо, какой-то там 23 ранга, что ли, понимали. Сейчас мы будем атаковать стены, пробьем брешь его в обороне, Зевсов вниз отправим и вверх. И будем пробиваться. О, полетели, полетели. Так, щит есть? Да, щит есть, отлично. Теперь едем вперед. Так, тайфунчики вот сюда ставим. Бышка снайперского нас не сильно волнует. Минус одна. Один аэродром. Так, штаб нам не повредили. Он, кстати, ПВОшки пытается уничтожить, но не знаю. Пока он пытался ПВОшки уничтожить, я сейчас приеду и мы Аэродром уничтожим. Так, еще Зевсы. Заказываем еще дьявсов. Опять же, хочу поставить точку сбора. Сюда. 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 Так, он пытается мне выбить тайфуны, интересно. Пойдем, отправим часть дьявсов сюда и часть сюда. Тайфунов выбивают, смотри прямо. Не хочет. Он знает, что сейчас тайфуны все уничтожат, то и Зевсы будет не проблема уничтожить. Так, что у нас получится? Уничтожить все его самолетики или нет? Так, этот штаб мы уничтожаем. Уничтожаем авиазавод, а не штаб. Потому что сейчас он начнет спамить стрекоз. И этими стрекозами, в принципе, Тай отбиться может. Ага. Уничтожаем. Он, кстати, не прокачанный завод у него. Ну, интересная, конечно, тактика. Давайте уничтожать уже сам штаб. Играем на золотом воздухе. Ну, такая необычная тактика у игрока. Играет чисто авиацией. Долго, кстати, сломали штаб первого уровня. Приступаем к уничтожению второго штаба. Ну, в общем, уничтожаем два штаба и побеждаем. И, как видим, по точке сбора новый юнит, который сейчас будет доезжать. Допустим, Тайфун приехал по старой точке сбора. А Зевс? А Зевс поедет дальше, наверное, да? Точка сбора у нас вот здесь стоит. Соответственно, Зевс едет в указанную точку. Противник сдался. Ну, в общем, такой турнир быстро завершается. Несмотря на то, что надо уничтожить два штаба, все равно можно очень быстро расшелить. Тут, конечно, противник вина, что он играл через авиацию. А я Тайфунов взял достаточное количество. Он явно этого не ожидал. Ну, посмотрим, мне кажется, там ранг 22-й, наверное. Крещит это, потому что довольно долго летали. 23-й ранг. Ну, 21-й. Ну, неплохо. Ну, в общем, на этом видео завершено. Как бы все, да. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...